МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с началом переговоров лидеров России, Франции, Германии и Украины в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе усилились обстрелы территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Есть сообщения о том, что комплекс ПВО города Луганска накануне вечером заметил беспилотник и пытался его сбить из зенитных орудий. Заметна связь между активизацией действий украинских силовиков и началом переговоров в Минске. Власти Боснии и Герсаговины ввели запрет на поставки оружия и боеприпасов на Украину, сообщает в среду британская газета «Дейли Телеграф». По данным издания, запрет был введен после того, как босинские сербы обратились к властям с призывом способствовать урегулированию конфликта на востоке Украины мирным путем. Ранее босинский производитель оружия Юнис Гроуп заключил с украинскими властями сделку на сумму в 5 миллионов евро, предусматривающую поставки Украине оружия и боеприпасов. В украинских СМИ появилось требование самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на Минской встрече. Выдвигаются требования обеспечить всеобъемлющее прекращение огня с 10 часов 12 февраля 2015 года. До 20 марта приступить к диалогу по вопросам предоставления этим районам статуса автономии, отменить все решения Украины о проведении антитеррористической операции на Донбассе, произвести выплаты пенсии и пособий в ЛНР и ДНР и многое другое. Всего в документе перечисляется 15 требований. Итальянский суд приговорил капитана круизного лайнера Коста Конкордио, потерпевшего в 2012 году крушение, к 16 годам тюрьмы. Франческо Скеттино был признан виновным в непреднамеренном убийстве 32 человек, погибших в результате катастрофы, а также в том, что покинул судно до окончания эвакуации всех пассажиров и членов экипажа. Кроме того, капитану придется заплатить крупную компенсацию многим пассажирам и огромные штрафы, в том числе за ущерб, нанесенный окружающей среде острова Джильо. Президент США Барак Обама просит Конгресс разрешить применение военной силы против группировки «Исламское государство» сроком на три года. Обама заявляет, что ИГ в дальнейшем может представлять угрозу для безопасности США на их собственной территории. В тексте письма Обамы также отмечается, что речь не идет об использовании наземных войск для проведения длительных боевых операций, как в Ираке и Афганистане. Президент США конкретно имеет в виду разрешить проведение авиаударов по точкам экстремистов. Три человека погибли и десять получили ранения в результате взрыва, произошедшего в среду на плавучей добывающей платформе в Бразилии. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести. Взрыв произошел днем в насосном отделении плавучей платформы для добычи, хранения и отгрузки нефти и газа, который работал в океане в 120 километрах от побережья штата Эспириту-Санту. Все раненые, среди которых двое с сильными ожогами, доставлены на вертолетах на берег и помещены в лечебное учреждение. Шестеро заключенных, которые удерживали заложников в тюрьме города Гаосюн на юге Тайваня, покончили жизнь самоубийством, передает Ньютаймский Зет. При этом двое заложников, один из которых начальник тюрьмы, спасены. Вооруженный захват заложников произошел в среду. Преступники потребовали проводить их в лазарет для оказания медицинской помощи, но по дороге они сумели нейтрализовать охранников и получить доступ к оружейному складу, откуда забрали как минимум четыре ружья и шесть пистолетов. И к казахстанским новостям. Не доверять слухам о возможном изменении курса тенге призвался отечественников президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Тенгри Кейзет. Глава государства призвал доверять официальным лицам в этом вопросе, а не слухам. Если даже будут такие колебания, вы знаете, что есть страховые моменты для того, чтобы страховать вклады нашего населения. Надо будет, будем страховать. 98% вкладчиков депозитов полностью обеспечены страхованием, сказал Назарбаев. И к местным новостям. В Муголжарском районе случилась трагедия. 5 февраля в 4.30 утра в дежурную часть УВД Муголжарского района поступило сообщение о том, что около многоэтажного дома лежит тело женщины. При осмотре места происшествия действительно было обнаружено тело 44-летней жительницы Кандагаша, которая, по предварительным данным, прыгнула из окна четвертого этажа и от полученных травм скончалась на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Около тысячи водителей, виновников ДТП, скрылись в мест происшествия за прошлый год. Из них впоследствии были найдены 628 водителей. При этом 232 происшествия повлекли за собой телесные повреждения разной степени тяжести у потерпевших. Как отмечают полицейские, 85% водителей уезжают с места ДТП из-за шокового состояния. Около 10% не имеют при себе водительских удостоверений. И 5% – это несовершеннолетние дети за рулем. Как признаются полицейские, не всех виновников ДТП удается найти. Одна из причин – сокращение штата отделения розыска. Раньше в области этим занимались 16 сотрудников, а сейчас только 4. Сайт 3w.rikotv.kz – самые актуальные новости, самые интересные темы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова